Глава 14. Зарубежная агентура как способ наживы госбезопасности. Для проведения финансовых операций за рубежом нужны были люди, которые могли бы их осуществлять на постоянной основе. Руководитель ТПП СССР, бывший замминистра советской госбезопасности Питавранов, называл таких людей, не являвшихся кадровыми разведчиками, но привлеченных к деятельности спецслужб в качестве доверенных лиц и агентуры, так называемыми друзьями разведки. Оказывая помощь спецслужбам в меру своих сил, эти люди вполне подходили под такое определение. Но в большей степени их можно было назвать слугами Питавранова и глубоко законспирированной группы чекистов, которую он возглавлял. Одним из таких, так называемых, друзей разведки был Шабтай Генрихович Калманович. Он родился 18 декабря 1947 года в Каунасе, Литва. Отец его был заместителем директора завода резиновых изделий, мама работала главным бухгалтером мясокомбината. Калманович закончил Каунасский политехнический институт, в котором получил специальность инженера по автоматизации химического производства. В период обучения в институте его завербовали пятым отделом КГБ Литовской ССР с целью разработки националистически настроенных граждан еврейской национальности. Состояние в агентурной сети позволило Калмановичу благополучно закончить вуз, а не быть отчисленным, как члену семьи, добивавшейся выезда на постоянное место жительства в Израиль. 12 долгих лет его семья пыталась получить разрешение на эмиграцию в Израиль, но получила его только как прикрытие вывода завербованного КГБ агента Калмановича за рубеж. Массированная засылка агентуры советских служб в Израиль планировалась и осуществлялась 8-м отделом 5-го управления, возглавляемым еще одним способным учеником Бабкова Валерием Федоровичем Лебедевым, ставшим благодаря своему патрону в конце 80-х генералом и зампредом КГБ. Определенная часть агентуры была ориентирована на дальнейшее продвижение в страну главного противника – США, а также в страны, являвшиеся политическими и военными союзниками Америки. Олег Калугин в книге «Прощай, Лубянка» писал об этом, цитата, В связи с тем, что управление КГБ контролировало практически все оперативные игры со спецслужбами противника, вопрос о проверке агентов, участвующих в играх, приобрел особую актуальность, когда на Запад хлынул поток эмигрантов. Сотни, а возможно и тысячи выехавших в Израиль и США так называемых отказников давали перед выездом подписку о верности и желании помогать впредь бывшей Родине. В ряде случаев отбывающие на Запад агенты проходили краткую спецподготовку и проверялись на детекторе лжи. Конец цитаты. По прибытии в Израиль Калманович не стал искать работу по специальности, а в качестве активиста начал сотрудничать в разных партиях, занимаясь обустройством репатриантов из СССР. Особое внимание он уделял деятелям искусства, организовывая для них выступления и всячески стремясь помочь их вхождению в новую жизнь. В одном из интервью Калманович так рассказывал о начале своей жизни в эмиграции. «В семидесятых я учился в Иерусалимском университете, жил на стипендию, почти впроголодь. Ценность денег для меня была другая, а организовав выступление, заработав тысяч восемьдесят долларов, отправился с деньгами в Германию». В Германию Калмановича послали «закупать для Африки строительные машины у Перса, который жил между Мюнхеном и Москвой». Перс, живший между Мюнхеном и Москвой, был очередным агентом КГБ. Звали его Серуш Бабек, причем все называли его именно Бабек, хотя это была его фамилия, а не имя. Умер он в 1992 году при весьма загадочных обстоятельствах. Он родился в Иране, жил в Германии, имел немецкое гражданство, потом оказался в Союзе, женился на русской девушке. О себе он рассказывал так, цитата, «По национальности я иранец, но рос и учился здесь, в Союзе. Мой отец жил в СССР с 1953 года, чуть позже приехали и мы с матерью. В 61 году наша семья переселилась в Западную Германию, но я вернулся и продолжил учебу в Иванове, закончил школу, поступил в университет. Сейчас занимаюсь бизнесом, веду дела и в Союзе». Конец цитаты. В середине 70-х Бабек работал в качестве переводчика в издательстве «Прогресс», специализировавшемся на переводах иностранной литературы. Издательство курировалось вторым отделением первого отдела пятого управления, старшим оперуполномоченным майором Аужбековичем. В 76 году Бабек был завербован в качестве агента КГБ и выполнял задания в интересах пятого управления. Например, он следил за Владимиром Высоцким во время его загранпоездок и пытался быть в курсе планов и намерений Высоцкого и его жены, известной французской киноактрисы Марины Влади, члена ЦК французской компартии. К концу 80-х Бабек являлся одним из крупных нелегальных торговцев оружием. В основном его поставки шли противоборствующим военным группировкам в Анголу, Мозамбик, Намибию и ЮАР. Калманович был его основным деловым партнером в Африке. К 89 году иранец владел уже 14 совместными предприятиями. Он активно вел операции через Германию, где работала зарегистрированная им компания International Processing System, IPS, выполнявшая роль нелегального канала по поставке в СССР в обход эмбарго, радио и компьютерной аппаратуры. В какой-то момент Бабека как торговца секретными технологиями вычислили спецслужбы Германии, и он провел несколько месяцев под арестом. Еще одним ценным оперативным контактом 8-го отдела управления СПГУ и, так сказать, другом разведки, был португальский писатель и журналист, бывший посол Португалии в СССР, Марио Невиша, являвшийся одновременным директором Ассоциации ярмарок Лиссабона. Питавранов из приватных бесед с ним сделал правильный вывод об огромном экономическом потенциале африканских колоний Португалии, утраченных ею в 1974 году после революции так называемых «красных гвоздик». Невиш, хорошо знавший серьезных португальских бизнесменов, ведущих бизнес в Африке, дал соответствующие рекомендации Питавранову, который умело использовал их в интересах возглавляемой им группы чекистов. На территории Африки в то время располагались 20 бантустанов, которые были резервациями для коренного черного населения Южной Африки и Юго-Западной Африки, будущей Намибии. Отдельные бантустаны получили формальную независимость, но не были признаны международным сообществом как суверенные государства. Одним из таких непризнанных государств была Бапутацвана, являвшаяся самым богатым по количеству полезных ископаемых бантустаном ЮАР. Именно там, по заданию чекистов, оказался Калманович. Выполняя волю своих кураторов из КГБ с соответствующими рекомендациями от португальских бизнесменов, полученных им при содействии Питавранова, Калманович сумел войти в ближайшее окружение главы Бапутацваны Лукаса Маньяна Мангопи. С 1975 года на территориях Анголы, Мозамбика и Намибии шли гражданские войны. Но именно на богатейшие по своим природным запасам страны обратил свой взор Питавранов. В боевых действиях участвовали войска ЮАР. Советский Союз по просьбе главы Народного движения за освобождение Анголы, МПЛА, Агустин Юнето оказывал этому движению значительную военную и финансовую помощь. Кроме СССР, военную поддержку МПЛА предоставляла социалистическая Куба. Но война — это не только страдания, гибель людей и разрушения. Война — это еще и возможность зарабатывать огромные деньги. Этим и занялся по заданию своих кураторов Калманович. Он разбогател не на строительстве крокодиловых ферм, стадионов и домов, о чем говорил публично, а на использовании возможностей советской нелегальной разведки, поставляющей вооружение противоборствовавшим группировкам. Платить они могли только полезными ископаемыми, прежде всего алмазами, платиной и золотом. В 1984 по 1989 год Вымпел нередко проводил операции в странах, где добывались так называемые конфликтные алмазы. Полученные от их реализации средства шли в том числе и на финансирование повстанческих движений. По оценкам экспертов, ежегодный оборот так называемых кровавых алмазов составлял 4% от мировой добычи. Объем международной торговли алмазами достигал тогда примерно 7 миллиардов долларов в год. Олег Гордеевский и Кристофер Эндрю писали, что, несмотря на публичную критику южноафриканского режима, советское правительство торговало с ЮАР, цитата, «Москва поддерживала собственные прямые контакты с приторией в области регулирования рынка золота, алмазов, платины и драгоценных металлов, то есть в тех областях, в которых СССР и ЮАР приблизились к своего рода мировой монополии. Контакты эти были строго засекреченными и главным образом организовывались в КГБ. В 1984 году Кремль решил расширить секретные встречи с представителями ЮАР по регулированию международного рынка. В качестве предварительных шагов в этом направлении резидентуры в Соединенных Штатах, Великобритании, Западной Германии, Франции и Швейцарии должны были представить целый ряд разведданных по финансовым учреждениям и приятиям в ЮАР. Конец цитаты. Именно в эти годы Питавранов зачастил в Африку. Его поездки являлись закономерным следствием проводимых им операций по получению сверхприбыли и захваченных огнем войны Анголы, Мозамбика и Намибии. Необходимо было на месте решать многие практические вопросы, связанные с выкачиванием национальных богатств из африканских стран. В начале 80-х, не без подсказки и помощи КГБ, Калманович познакомился с главнокомандующим армии Сиар-Леона Джозефом Момо и принял активное участие в его избирательной кампании на пост президента страны. Став главой государства, Момо в благодарность поспособствовал в получении Калмановичем лицензии на разработку алмазных копий. Об объемах доходов группы Петовранова можно только догадываться, но о них можно составить представление по богатству Калмановича, в буквальном смысле таскавшего каштаны из огня войны в Африке для своих руководителей-чекистов. За короткий период работы в Африке Калманович заработал 20 миллионов долларов, стал обладателем замка в Каннах, приобрел виллу в Тель-Авиве, для удобства передвижения обзавелся собственным самолетом. В Тель-Авиве Калманович отстроил здание, в котором разместилось неофициальное представительство Бопутацваны, нареченное жителями города стеклянным дворцом. Цитата «Сколько бы я денег не тратил в то время, их все равно было много», конец цитаты, вспоминал Калманович. Но всему хорошему приходит конец. В мае 1987 года Калманович был арестован в Лондоне вместе со своим партнером по бизнесу Владимиром Дэвидсоном. Основанием послужили фиктивные чеки одной американской компании, представленные Калмановичем к оплате и попытка реализации так называемых «кровавых алмазов». Освободившись под залог, Калманович скрылся в Израиле, где был арестован 23 декабря 1987 года по обвинению в «связях с враждебными Израилю режимами, шпионской деятельности в пользу иностранного государства и в нанесении ущерба безопасности государству Израиль». Конец цитаты. В обвинительном заключении в отношении Калмановича в частности указывалось, что «обвиняемый вступал в контакты с агентами зарубежных спецслужб и передавал им секретную информацию, причиняя ущерб безопасности страны». Конец цитаты. По совету своего адвоката, Калманович заключил юридическую сделку с прокуратурой Израиля, в соответствии с которой он без суда получил наказание в виде лишения свободы на 9 лет. Через 5,5 лет Калманович вышел на свободу. В операции по его освобождению принимал активное участие еще один агент Бабкова – известный советский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Кобзон родился в 1937 году в городе Часов-Яр Донецкой области Украинской ССР. В 1956 году он закончил Днепропетровский горный техникум. С 1956 по 1959 год служил в армии. Во время службы был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. В 1959 году стал солистом всесоюзного радио. С 1962 по 1989 был солистом москонцерта. Популярный эстрадный певец, с ярко выраженными качества лидера, еврей по национальности, Кобзон обратил на себя внимание сотрудников 8-го отдела 5-го управления, осуществлявших разработку еврейских националистов и зарубежных сионистских центров. В начале 70-х Иосиф Давыдович пополнил ряды агентов этого отдела и вскоре как ценный агент был принят на связь лично начальником 5-го управления Бабковым. Оставался он в этом качестве до добровольной отставки Бабкова в январе 91-го года. Их личные отношения продолжались до самой смерти. Кобзон многим был обязан своему патрону. 5-е управление, возглавляемое Бабковым, курировало Министерство культуры СССР и Госконцерт СССР, благодаря чему уже в начале своей сценической карьеры солист москонцерта имел самую высокую ставку за выступление. Бабков способствовал получению Кобзоном звания заслуженного артиста РСФСР в 73-м году, звания народного артиста РСФСР в 80-м году и звания народного артиста СССР в 87-м году. Немного было советских исполнителей со столь высокими званиями. За что же Кобзон получил народного артиста? Начиная с 80-го года, Кобзон 9 раз побывал с концертами в Афганистане, где выступал перед советскими воинами. Но летал он туда не ради концертов. Концерты были легендой прикрытием. Через Кобзона в Советский Союз КГБ вывозило наркотики. Так как в Афганистане находился значительный по численности контингент советских войск, 40-я армия, основным контрразведывательным органом там являлись особые отделы, структурные подразделения 3-го, позднее 3-го главного управления КГБ, военная контрразведка. Именно этим управлением собиралась и обобщалась вся информация, поступавшая из Афганистана, от представителей в стране всех управлений КГБ, ПГУ, ВГУ, 3-го, 5-го и иных управлений госбезопасности. Обработкой информации и ее анализом занимался сотрудник 3-го отдела 3-го главного управления КГБ Геннадий Аршинов, являвшийся куратором афганской линии. Контрабандой наркотиков преимущественно занимались военные, кооперируясь с военной и внешней разведкой. Для доставки на территорию СССР наркотиков использовалась военно-транспортная авиация Советской армии. Но, в отличие от военной и внешней разведки, руководство 5-го управления КГБ не имело возможности наладить поставки в Россию наркотиков по своим каналам, поэтому им и пришлось разработать схему с многоразовыми визитами в Афганистан Кабзона. Между тем, в представительстве 5-го управления в Кабуле сидел майор Александр Петрович Евдокимов, быстро определивший, что в СССР в реквизите посещавшего Афганистан музыкального коллектива Кабзона вывозились наркотики. Не зная, что поставки санкционированы руководителем 5-го управления Бабковым, Евдокимов, как и должен был, информировал о происходившем 3-е главное управление КГБ, которое контролировало военно-транспортную авиацию и ее базовый аэродром Чкаловский, расположенный в Ближнем Подмосковье. Но поскольку Кабзон относился к так называемым представителям творческой интеллигенции, решение по его вопросу должен был принимать именно Бабков, бывший тогда зампредом КГБ и куратором всей так называемой 5-й линии КГБ. Естественно, Евдокимов предложил арестовать груз по возвращении Кабзона в Москву. Но военный аэродром Чкаловский не имел таможенных постов, а на неоднократные шифротелеграммы Евдокимова о необходимости проведения таможенного досмотра Кабзона и его коллектива следовал один и тот же ответ, признано нецелесообразным. К началу 80-х Кабзон стал одним из первых советских нелегальных миллионеров. Как и у прочих ценнейших агентов Бабкова, карьера Кабзона успешно шла в гору. С 1984 года певец руководил вокально-эстрадным отделением государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, затем кафедрой вокалистов Российской академии музыки. С 1989 года он был солистом и художественным руководителем концертно-зрелищной дирекции «Москва». И когда советский агент Калманович оказался в израильской тюрьме, Бабков поручил другому своему агенту, Кабзону, провести операцию по вызволению коллеги. С присущей ему энергией и хваткой Кабзон взялся за порученное дело и с честью его выполнил. «Для прикрытия действия Кабзона создали легенду об их давней братской дружбе, неведомо откуда взявшейся, с успехом в брошенную в СМИ». «Мы подружились с семьями задолго до моего ареста. Между нами не было никакой корысти, не было совместного бизнеса, поэтому и возникла настоящая дружба». Рассказывал Калманович в одном из интервью, но не уточнял, когда именно они успели подружиться с семьями, да и какими именно. Кабзон был женат трижды, столько же раз был женат и Калманович. Цитата. «Что бы ни говорили про Кабзона, продолжал Калманович, как друг он невероятно предан. За собственные деньги летал в Израиль, навещал меня. Иосиф был тогда депутатом Верховного Совета, и его не досматривали в тюрьме. Контрабандой он приносил мою любимую рыбу в томатном соусе, кильку, бычков и конфеты белочка. Я никогда не забуду, как много он для меня сделал. Поднял на ноги всех. Люди, которых я никогда в жизни не встречал, по просьбе Кабзона хлопотали о моем досрочном освобождении. Кабзон привозил официальные письма от Михаила Горбачева, Геннадия Янаева, Бориса Пуга, Александра Рудского с просьбой о досрочном освобождении. Причем в Израиле по аналогичным статьям отбывали срок еще несколько человек, но за них Горбачев, скажем так, не просил. А письма эти Кабзон организовывал в одиночку, обивая пороги кремлевских кабинетов. Конец цитаты. Давление, которому подверглись израильские власти, было беспрецедентным. Посол России в Израиле Александр Бовин описывал всю эту эпопею, связанную с Кабзоном и Калмановичем, довольно красочно и с некоторой иронией. Цитата. «Никаких указаний из Москвы насчет Калмановича у меня не было. Был на эту тему примерно месяц назад разговор с Кабзоном, когда он приходил ко мне с Глазуновым. Но я как-то пропустил его разговор мимо ушей. Зря пропустил. Кабзон приехал в Израиль на круизном теплоходе вместе с художником Ильей Глазуновым. Его принимал премьер-министр Шамир. Помощник премьера спросил, «Возможно ли сделать портрет Шамира?» «Пожалуйста», — ответил Илья Сергеевич. «Сколько это будет стоить?» «Ничего», — ответил художник. «Только отпустите из тюрьмы Калмановича». Конец цитаты. Фамилию он прочитал по бумажке, подсунутой заранее Кабзоном. Так что в операции по освобождению Калмановича поучаствовал еще и агент Бабкова, художник Глазунов. Бовин продолжает. Цитата. «29 апреля 1991 года. Чудный день. Сижу на террасе гостиницы «Кинг Давид», в ней, естественно, остановился Рудской, пью кофе, жду развития событий, и они начинают развиваться. Из окна мне машет Кабзон, потом спускается, выражает удивление, что посол России ничего не делает для возволения из тюрьмы прекрасного человека Шабтая Калмановича. Излагает историю и настоящее положение дел. По просьбе Кабзона к израильскому руководству обращались министр внутренних дел СССР Б. Пуго, вице-президент СССР Г. Янаев, народный депутат СССР Е. Примаков, премьер-министр Украины В. Фокин, министр культуры СССР Н. Губенко, вице-президент РСФСР А. Рудской. Не уверен, что был или есть еще так называемый бывший гражданин СССР, о судьбе которого так заботились официальные лица. 13 мая с надежной оказией я направил приватное письмо директору СВР. Цитата. Дорогой Женя, тут на меня наседает, так сказать, общественность, и наша, например, Кабзон, и не наша по поводу Калмановича. Почему я не настаиваю на его помилование? Ответить легко. Нет указаний настаивать. Но совестно так отвечать. Тем более, что человек отсидел уже полсрока и серьезно болен. В общем, я совсем было собрался идти к Шамиру. Да, червь чиновничьей субординации, взращенной в так называемые застойные и предшествующие ему периоды, не дает покоя, как бы чего не вышло. Какой совет мог бы ты дать не в этой ситуации? «Заранее признателен твой Саша». Конец цитаты. Женя, Евгений Примаков, в то время директор СВР КГБ. Цитата. «Не знаю, может быть, оказия не сработала», писал Бовин, «но совет до меня не дошел». Конец цитаты. Так называемая надежная оказия безусловно сработала, но осторожный Примаков решил не вмешиваться в операцию Бобкова по освобождению Калмановича за пределами того, что он делал официально по службе, потому что это было не ведомственное решение и не официальная операция, а частная Питавранова и Бобкова. 12 марта 1992 года вице-президент РСФСР Александр Рудской обратился к Шамиру с письмом по поводу Калмановича. Цитата. «Уважаемый господин премьер-министр, в августе 1991 года мною было направлено письмо в ваш адрес, в котором я просил вас проявить чувство гуманности и освободить по состоянию здоровья бывшего гражданина СССР Шабтая Калмановича, отбывающего наказание в Израиле». Пошел пятый год его заключения. Состояние здоровья резко ухудшилось. На встрече со мною в сентябре 1991 года господин Арья Левин заверил меня, что Ш. Калманович будет освобожден на второй день после установления дипломатических отношений между нашими странами. С тех пор прошло достаточно времени, однако позитивного решения данного вопроса не последовало. В этой связи я вынужден вновь обратиться к вам с просьбой сделать все от вас зависящее для досрочного освобождения Ш. Калмановича по состоянию здоровья. С надеждой на понимание и на скорую встречу с вами на древней земле Израиля вице-президент РФ А. Рудской Москва Кремль 12 марта 1992 года Конец цитаты 22 марта 1992 года посол Бовин посетил Шамира и обратился к нему с таким текстом цитата Я очень благодарен вам господин премьер-министр за то, что вы успешно способствуете устранению так называемых колючек и ловушек из области российско-израильских отношений. Тем не менее некоторые колючки еще остаются. Одна из них это несомненно вопрос о Калмановиче. Понимаю, что при упоминании этого имени у вас как говорят в Одессе молоко в грудях киснет. Тут скис-переводчик. Но вопрос надо решать. Не буду повторять аргументы в пользу его досрочного освобождения. Они много раз приводились. Ничего нового я бы не добавил. Я просто прошу вас еще раз подумать над этим вопросом. Разрешите оставить вам письмо по этому поводу. Конец цитаты. Через несколько дней Бовин затронул тему Калмановича в беседе со спикером Кнесета Довом Шиланский. Тот обещал переговорить с премьером. 9 июня было получено письмо от генерального директора канцелярии премьер-министра Йозефа Бен-Арона, где сообщалось, что дело Калмановича цитата изучается. Конец цитаты. В июле 92-го года премьер-министром Израиля стал Ицхак Рабин и в начале сентября Бовин направил ему письмо цитата «Я не могу Я не могу и не хочу обсуждать юридическую сторону вопроса. Время, когда в отношениях между нашими странами господствовали недоверие и подозрительность, уходит в прошлое, и пусть вместе с ним уйдет в прошлое и дело Калмановича, порождение этого времени. Досрочное освобождение этого человека могло бы стать еще одним свидетельством того, что путь назад закрыт, что Россия и Израиль смотрят в будущее». Конец цитаты. 1 ноября Бовин снова поднял вопрос о Калмановиче в разговоре с Рабином. Информируя МИД об этом разговоре, он сообщал, что цитата «процедура займет еще полтора-два месяца». Конец цитаты. В декабре посол Израиля А. Левин сообщил Рудскому, что израильтяне решили освободить Калмановича цитата «при условии его незамедлительного выезда из страны». Конец цитаты. 10 марта 1993 года президент Израиля подписал указ о досрочном освобождении Калмановича. 13 марта в Израиль прилетел Кобзон, предложил Бовину отметить освобождение, так сказать, на троих. Цитата. «Но мне представлялось неудобным встречаться в данной ситуации с Калмановичем, поэтому на следующий день мы с Кобзоном отмечали, так сказать, на двоих». Конец цитаты. Вспоминал Бовин. Отмечать было, что не для кормления Калмановича, жившего в тюрьме весьма вольготно, летал к нему в Израиль Кобзон. Калманович имел доступ к международным счетам группы Петовранова, которыми оперировал до момента ареста, поэтому заинтересованность Петовранова и входивших в его группу генералов КГБ в освобождении Калмановича была легко объяснима. «Договорились, что Калманович предоставит полную информацию по счетам в банках только после своего освобождения». Верный агент Бобкова Кобзон в этом деле старался помочь как мог, хотя и не был посвящен во все детали операции Калмановича и группы Петовранова. Цитата. «Когда мы приехали в Москву, вспоминал Калманович, Кобзон открыл мне все двери. Я ему очень за это благодарен». Конец цитаты. На самом деле все двери Калмановича открывал не Кобзон, а кураторы Калмановича из КГБ Петовранов, Бобков и Иванов. Возможности у них для этого были неограниченные, так как Москва ими полностью контролировалась через многочисленную агентуру Пятого управления. Кобзон и Калманович организовали несколько акционерных обществ с названием Лиад Натали по именам своих дочерей. И провели через них необходимые взаиморасчеты. Но с самим Калмановичем Кобзон вскоре, так сказать, раздружился. Цитата. «Наши пути в бизнесе разошлись. Иногда мы встречаемся и вежливо здороваемся». Конец цитаты вспоминал Калманович. Так называемый бизнес тут был ни при чем. Поставленное спецслужбами задание агент Кобзон выполнил. На этом его обязательства в отношении Калмановича кончались. Лиад Натали были платой Калмановича Кобзону за посредничество в деле освобождения из израильской тюрьмы. Никаких иных обязательств у них не было. Это была одна из многочисленных операций советско-российских спецслужб. Основанием для дружбы она не являлась. Несколько схожими оказались судьбы еще двух еврейских эмигрантов, выбравшихся в Израиль. Лев Авнерович Ливаев родился 30 июля 1956 года в Ташкенте. Родители его были бухарскими евреями, относились к числу приверженцев Любавического Рэби. Отец работал директором крупного универмага, что давало семье возможность жить достаточно обеспеченно. Авнер Ливаев был активным членом ташкентской общины Любавических хасидов и подпольным раввином. Надежной помощницей мужу была его жена Хана, мать их четырех дочерей и одного сына Льва. В многочисленных интервью Лев Ливаев рассказывал об активной религиозной деятельности своего отца, а также деда, который за свою деятельность был сослан в Сибирь на 25 лет. Религия, ее руководители и просто верующие в Советском Союзе были не в почете. В СССР они подвергались разного уровня гонениям. В числе наиболее преследуемых были хасиды, осуществлявшие свою деятельность на нелегальной основе, обучая детей в подпольных школах-хедерах и способствуя выезду из СССР за границу на постоянное место жительства последователей своего учения. В СССР хасидские общины и их руководители находились в постоянной разработке органов советской госбезопасности. В 1927 году в Ленинграде ОГПУ арестовала шестого любовического раввина Иосифа Ицхака Шниерсона и его секретаря Хаима Либермана, у которого при обыске нашли письма цитата философа мистика Барченко конец цитаты. Барченко был инициатором организации экспедиции на Тибет для поисков легендарной Шамбалы. В состав группы, кроме русского художника Николая Рериха, был также включен убийца германского посла Мирбаха Яков Блюмкин в роли персидского купца Султанова, продавца и коллекционера уникальных древнееврейских книг. Именно при его содействии Барченко оказался в ОГПУ, где служил под руководством другого известного чекиста Глеба Бокия. Так что не был Барченко ни мистиком, ни философом, а занимался продвижением идей мировой революции в различных странах через связи с хасидами, исмаэлитами, мусульманскими, суфийскими дервишами, караимами, тибетскими и монгольскими ламами. С этой целью Барченко планировал проведение в Москве съезда религиозно-мистических обществ России и Востока. За всей этой деятельностью стояло ОГПУ в лице его ответственного сотрудника Глеба Бокия, выделившего Барченко на его нужды из средств ведомства более 100 тысяч рублей, по тем временам сумму весьма значительную. На эти деньги из числа религиозных лидеров вербовались агенты, которые силой своего высокого морального авторитета, могли оказывать выгодное ОГПУ влияние как на своих приверженцев, так и на широкую общественность. Барченко установил контакт не только с шестым Любавическим Рэбби, но и с его будущим преемником, однако происки чекистов не были секретом для руководителей хасидов. По этой причине они прибегали в своей деятельности к строгой конспирации. Седьмой Любавический Рэбби, многие годы жившие в США в контактах с единоверцами, проживавшими на территории СССР, неукоснительно следовал этим требованиям. Свои послания он подписывал дедушка и был убежден, что агенты советской разведки находятся даже в центральном офисе Хаббада в Нью-Йорке. Активные деятели хасидской общины Ташкента, отец и дед Льва Леваева, не могли не быть в поле зрения советской госбезопасности. Можно только удивляться, как при таком общем положении дел и присосланном деде, отцу Льва Леваева, Авнеру, удавалось не только продолжать свою деятельность, но и сколотить серьезное для советских времен состояние, по словам Льва Леваева, миллион долларов. В мае 59-го года Верховный Совет СССР принял указ, в соответствии с которым КГБ поручалось введение дел о контрабанде и валютных операциях. Основным подразделением, занимавшимся этой проблемой, стал 16-й отдел ВГУ. Соответствующие подразделения были созданы в КГБ союзных и автономных республик. Одним из громких дел тех лет стало дело валютчиков Рокотова, Фабишенко и Яковлева, которые первоначально были осуждены на 8 лет лишения свободы, а после указания первого секретаря ЦК КПСС Хрущева на 15 лет. Но и это не удовлетворило Хрущева. 1 июля 61-го года председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев подписал указ под названием «О усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях», на основании которого, игнорируя общепринятые в юриспруденции понятия, по которому законы не имели обратной силы, Рокотов, Файбишенко и Яковлев были приговорены к расстрелу. Это был тот фон, на котором отец Леваева, по заявлениям его сына Льва, заработал миллион долларов, сумел их конвертировать в крупную партию бриллиантов и вывезти за границу. Предположить, что подобное можно было сделать без соучастия КГБ, довольно трудно. Так или иначе, в возрасте 15 лет Лев Леваев в составе своей семьи оказался в Израиле и стал учиться в Ешиве Хаббада. После службы в израильской армии он поступил на работу в качестве гранищика алмазов на одну из местных фабрик. Точные сведения о том, когда он начал собственный бизнес, связанный с огранкой алмазов, отсутствуют. Но в начале 80-х он приобрел акции компании «Африка-Израэл». Так началось его восхождение. Помогал ему в этом еще один очень непростой человек Аркадий Гайдамак. Аркадий Александрович Гайдамак родился 8 апреля 52 года в Москве. Сведения о его родителях отсутствуют. В 72-м году он репатриировался в Израиль. В 73-м году перебрался во Францию. В 74-м году, по другим данным, в 76-м организовал там свой собственный бизнес – бюро переводов. Слово Аркадию Гайдамаку. Цитата. «Я закончил двухгодичный курс инженеров по электронике в Париже, и это помогло мне начать карьеру технического переводчика. В начале 80-х годов я стал по тем временам средней руки предпринимателем, организовал предприятия, которые делали техническую документацию и переводы. По этой работе я и познакомился с Шарлем Паскуа еще задолго до того, как он стал министром внутренних дел. Тогда же у меня появилось много влиятельных знакомых из СССР. Когда советские делегации приезжали во Францию, я часто принимал участие в различных переговорах, в том числе и политических. К концу 80-х годов у меня были правильные источники информации о том, что происходило в СССР. В 80-х годах я был переводчиком при советских делегациях, которые приезжали в Париж. Именно тогда я и познакомился с господином Паскуа. Конец цитаты. Представители фирмы Питавранова активно использовали Гайдамака, агента КГБ, выведенного за рубеж как так называемого спящего агента. Проснувшись, он через переводческие бюро, открытые им во Франции и Канаде приступил к массовому сбору научно-технической и политической информации в интересах КГБ. Цитата. К середине 80-х вспоминал Гайдамак, у меня была обширнейшая тесная связь с представителями советской администрации, министерств, вплоть до членов Политбюро. Конец цитаты. Из числа его членов, конечно же, Гайдамак мог иметь в виду только Андропова. Любого другого члена Политбюро Гайдамак бы назвал, но упомянув Андропова, он мог бы себя расшифровать как агента. Для теперь уже французского гражданина Гайдамака это могло иметь серьезные последствия. В 57-м году в Израиле была создана сверхсекретная спецслужба, первоначально названная Бюро специальных задач, переименованная затем в Бюро научных связей, сокращенно ЛАКОМ, Лишко Ликишрей МАДА. Основной целью создания новой спецслужбы было обеспечение режима абсолютной секретности для осуществляемой Израилем ядерной программы. Новую спецслужбу создали в составе Министерства обороны Израиля и подчинялась она непосредственно министру и главе государства. В конце 70-х функции ЛАК значительно расширили и данные организации приступила к сбору научно-технической информации в технологически развитых странах. Бюро переводов технической документации Гайдамака явилось одной из составляющих этой всеохватывающей деятельности. После ареста в 85-м году и последующего осуждения на пожизненное заключение сотрудника военно-морской разведки США Джонатана Полларда, бывшего агентом ЛАКом, по обвинению его в шпионаже в пользу Израиля и после предательства израильского техника-ядерщика Мордехая Вануну, рассказавшего мировой общественности о наличии у Израиля ядерного оружия, ЛАКом упразднили. Ее функции перешли к разведывательной структуре МОСАД. Агент КГБ Виктор Луи, он же Виталий Евгеньевич Левин, собственный корреспондент The Evening News и The Sunday Express в СССР с начала 50-х годов был своего рода рупором КГБ по дезинформации зарубежных спецслужб и мировой общественности. Ему принадлежит крылатые выражения «всякий ответственный разведчик, как минимум двойник». Принимая во внимание очень непростую жизнь, прожитую Луи, поверим ему на слово, Аркадий Гайдамак и его партнер Лев Леваев вполне подходили под определение данной Луи. В годы перестройки Гайдамак и Леваев начали бизнес в СССР. Полезные ископаемые страны советов широким потоком устремились за ее пределы. Во всем этом принимала активное участие группа Петовранова-Бабкова. Гайдамак при помощи своих кураторов по бывшему КГБ специализировался на поставках различного военного снаряжения в Анголу, раздираемую многолетней гражданской войной. Президент Анголы Душ Сантуш, получивший образование в СССР в Азербайджанском государственном институте нефти и химии имени М. Айзбекова в знак признательности за поставки вооружений и боеприпасов на общую сумму в 790 миллионов долларов, что в итоге помогло ему одержать победу, назначил Гайдамака своим советником и выдал ему ангольский дипломатический паспорт. Руководитель Анголы был признателен Гайдамаку не только за то, что его стараниями удалось в обход эмбарго ООН вооружить армию, но и за то, что Гайдамак сумел уменьшить размер советского долга Анголы Новой России с 5,5 миллиардов до 500 миллионов долларов. Следует отметить, что и из этой суммы до России дошла лишь незначительная часть. Основные деньги осели на счетах закулисных российских кураторов. По словам Гайдамака в 99-м году цитата «исключительно благодаря уважению высшего руководства Анголы» конец цитаты он получил право на создание компаний по экспорту ангольских алмазов. В этот бизнес он пригласил Льва Леваева как крупного бизнесмена, знающего рынок. Кроме алмазного бизнеса Леваев преуспел и во многих других делах, связанных с Россией. Но по установившейся еще с советских времен практике любой иностранец мог преуспеть в СССР и России только при покровительстве госбезопасности. 27 октября 2009 года Гайдамак был признан французским судом виновным в организации поставок оружия в Анголу в обход эмбарго наложенного ООН. В обвинительном заключении указывалось, что Гайдамак и его партнер французский предприниматель Пьер Джозеф Фалкон с 1993 по 1998 год поставили в Анголу военного снаряжения советского производства на сумму в 790 миллионов долларов. За эти деньги Ангола получила 420 танков, 12 вертолетов, 6 военно-морских кораблей, 150 тысяч снарядов и 170 тысяч различных мин. На Гайдамака был выписан международный ордер на арест. В обвинительном акте, составленном прокуратурой Франции, его назвали полковником советской разведки. Кроме того, Парижский суд, рассматривавший дело по обвинению группы лиц в незаконной продаже оружия Анголе, приговорил к году тюремного заключения бывшего министра внутренних дел Франции Шарля Паскуа и определил наказание в виде одного года условно сыну бывшего президента Франции Франсуа Миттерана Жану Кристофу Миттерану. Сам Гайдамак укрылся от французского суда в Израиле, но был заочно приговорен к тюремному заключению сроком на шесть лет. Столько же получил его французский партнер Фалькон. Следует отметить, что группа Петовранова была не единственной пытавшейся создавать финансовые инструменты для параллельной государственной службы деятельности через Пятое управление. Примерно тем же самым занималось Шестое управление КГБ под руководством Николая Алексеевича Шама. Как пишет его биограф Владимир Кучеренко, скрывшийся под псевдонимом Максим Калашников, Шам являлся цитата одним из тогдашних руководителей КГБ, отвечавшим за экономическую контрразведку и прорывные технологии. Николай Алексеевич своей подвижнической деятельностью подарил России надежду, дал ей шанс на будущее. Попробуем разобраться, что это был за шанс. Шам родился в 40-м году. В системе КГБ работал с 66-го года. С 74-го года служил в Центральном аппарате КГБ. В 85-м по 91-й год работал первым заместителем начальника 6-го управления КГБ. Генеральское звание получил в 86-м году. В 91-м году стал первым заместителем председателя КГБ. В 92-м вышел в отставку по состоянию здоровья. Это по официальной версии. В действительности же генерал Шам оставил службу в КГБ в знак протеста против действий нового руководителя российских спецслужб Вадима Бакатина, передавшего представителям американских властей схему размещения подслушивающих устройств, установленных в строившемся новом здании посольства США в Москве. По словам Шама, в 1987 году при поддержке тогдашнего начальника генштаба маршала Михаила Моисеева в структуре Минобороны КГБ удалось сформировать секретную воинскую часть, которая фактически являлась очень мощной научно-исследовательской лабораторией, полностью подконтрольной КГБ. Генштабовский проект не афишировался, пишет Калашников. Лаборатория необычной военной части развертывалась на конспиративных квартирах КРУ. Одна из таких квартир была на Фрунзенской. Несколько явок были на Старом Арбате. В 1988 году в составе 6-го управления КГБ было создано особое 21-е отделение по дистанционному управлению памятью, а для финансирования деятельности этого отделения в августе 1988 года по инициативе ШАМа и начальника отдела 6-го управления КГБ Бориса Ивановича Кокурина был создан кооператив АНТ «Автоматика, наука, технология». Продолжение следует...